Татьяна, а что происходит с тобой, когда ты счастлива на 100% или на десятку, как мы в коучинге говорим? Какая ты? Вот со мной тогда абсолютно точно работает формула «счастливые часов не наблюдают». Однозначно, на 100%. Я помню пиковый момент счастья, это было вот прям по этой формуле, что интерес свободы творчества, когда я первый раз в жизни села расписывать. Я никогда в жизни этого не делала, не занималась, но я занялась вдруг росписью по шелку. И я расписывала шелковый платок, атласный шелковый платок. Я расписывала, и я помню, я начала это в 8 часов утра, и я закончила в 6 часов утра, когда следующего дня. Я не заметила, как прошли вот эти 22 часа. Это был абсолютный момент погружения, это был такой нереальный кайф. Я не хотела ничего. Я не хотела ни кушать, ни пить, ни писать, простите. Я ничего не хотела. У меня такой уровень энергии был, когда я была на вот этой собственной энергетической подпитке. Это было потрясающе абсолютно. Вот это был такой пиковый момент счастья. Поэтому, когда я абсолютно счастлива, это когда я действительно часов не наблюдаю. Это погруженность в какую-то работу. Я помню, я писала свою кандидатскую, вру, не кандидатскую, магистерскую. Я писала, когда свою. Это было настолько интересно, что я тоже не замечала, как проходило время. Это было очень быстро, это было моментально просто. То есть вот это состояние потоковости, погруженности в процесс, который тебя полностью увлекает, мне кажется, вот это будет ответом на твой вопрос. А насколько часто у тебя бывает такое пиковое состояние? Я бы как-то вот, если бы я вот говорю столько-то раз в неделю, не знаю, но поскольку все-таки я не то чтобы человек привычки, но оно если не приходит вдруг само, его можно создавать. Ну, например, если я сажусь писать какую-то статью, и поначалу я ее не очень хочу писать, то я делаю, пишу 2-3 предложения, а потом получается само, оно как-то хоп и включается. Ну, то есть мне кажется, что это то, что можно создавать, когда ты включаешься в процесс, в то дело, которое тебе интересно. Поначалу, может быть, ты прокрастинируешь, есть какое-то сопротивление, и ты сидишь и думаешь, вот, муза, это не прилетает уже, как бы, счастье, это не приходит, творческое, к примеру. Но главное включиться, и оно приходит само. Поэтому по количеству не считаю. Это, ну, может быть... Господи, как... Нет, я не буду тебе говорить, потому что мне сложно не определить. А, например, если бы тебе надо было бы охарактеризовать свой уровень счастья в среднем, от нуля до десяти, то тогда у тебя какой приблизительно уровень твоего счастья? Я, знаешь, я вот всегда на такой вопрос отвечаю одинаково абсолютно. Когда как-то мы... Было такое, те, кто учился в университете практической психологии, обычно ведут как упражнение дистантное дневник эмоций. И вот было такое, что как-то вот зима, я просыпаюсь в 6 утра, в это время зимой в Москве в 6 утра, абсолютная темень за окном, хоть глаз выкали. Морозы холодные, не хочется вылезать из-под одеяла, даже нос высовывать не хочется. А думаю, вот сейчас на работу переться по вот этой Москве холодной, продрогшей, вылезать из-под одеялки. Тут так тепло, здорово. И я так себе галочку поставила, что как бы мир ужасен. Поставила я в дневнике эмоций эту вот шкалу. А потом я... Как-то произошло очень быстрое переосмысление, что я сейчас нахожусь в своей кровати, в своем доме. Я слышу запах из кухни, и там человек, мой любимый человек, в это время на кухне готовит мне завтрак, и я чувствую аромат кофе, что сейчас мне еще и завтраком накормят. И я задаю себе вопрос, а как вообще так случилось, что у меня мир ужасен? Когда мир абсолютно прекрасен и великолепен. Поэтому вот оно как-то вот так вот получается. Раз, и счастье. И вот оно такое. Поэтому не считаю, не определяю никак. Вот так вот. Хорошо. А менялось ли твое отношение к важности счастья на протяжении твоей жизни? Ну, поскольку я не задумывалась о важности счастья на протяжении моей жизни, поэтому я не могу сказать, что оно как-то менялось. Но, наверное, ощущение счастья менялось на протяжении жизни. Я, честно скажу, что в свой юношеский период я как-то ощущала его острее, кажется. Но это, наверное, потому что становилось свободным, много различных... Открывались возможности, когда вот только выходила из родительской семьи, только заканчивала университет, когда только-только пробовала, и вот этой потоковости было больше. Сейчас у меня больше счастья взрелого, взвешенного человека. Оно другое. Оно не такое бескрышное, оно не такое отвязное. Оно другое по качеству, но оно тоже очень вкусное. Прямо так описала красиво. А какой у тебя был самый счастливый момент в жизни? Ты описала, как ты рисовала. Я, кстати, тебя очень прекрасно понимаю, потому что у меня есть такое хобби, которым, правда, я давно уже не занималась, это разрисовывать фужеры. Я помню, да, коллеги, Анна потрясающие фотографии высылала. Обязательно посмотрите. Давай, давай. Ну вот, например, вот. Потрясающе, очень красиво. Это Камальда разрисовала. И у меня очень много такого типа штуки. А ты говоришь счастье, конечно, счастье. И я помню, что я разрисовывала в течение двух недель, то есть обычно это было после того, как осенний семестр заканчивался у нас, где-то с середины декабря до начала февраля каникулы, сессия. И две-три недели я могла запросто рисовать. И иногда до трех, до четырех, до пяти утра. Включала музыку, опера. Ну, классическое что-то. И рисовала. И это был такой поток, что просто офигенно. У меня обыкновенная гармония. Очень-очень здорово. И вот ты описала то, как ты разрисовала пчелка. А какие еще у тебя моменты, когда у тебя было прям счастье, по полной, ты можешь вспомнить? У меня был момент счастья, когда я... Ну, не то, что до отключки сознания, когда я вообще не понимала, где, что я, как я, где я нахожусь. Вот это самый первый такой острый момент был, когда я поступила в самый престижный вуз в своем городе, на самый престижный факультет. И это было... Я сделала это, сдав первый профилирующий экзамен. То есть, ну, поскольку я была медалистка в школе, я очень боялась, что я не пройду, не возьму, тысячу что-то, конкурс. Приличный был очень конкурс. А я очень хотела туда попасть. Это факультет иностранных языков. И мне так это нравилось, так было здорово. Вот, но я понимала, что куда я замахнулась. Вот, ну, для девочек в моем городе круче, больше ничего не было. И получилось так, что я сдала профилирующий экзамен на пятерку, и меня приняли без конкурса, как медалистку. И вот я помню, что я еще вот пока была там, я держалась. Но как только я вышла уже из стен вуза после этого экзамена, я поняла, что я вообще не понимаю, где я нахожусь, как я нахожусь, с чего я нахожусь. Я в каком-то тумане шла. Это было такое... Я не могла продышаться. Настолько это было вот такое ощущение того, что да, у меня получилось, да, удалось, да, здорово, да, классно все это реализовалось, все мои вот эти мечты, что страхи эти развеялись, и передо мной открывается какое-то потрясающее будущее. Вот это был первый момент, который, ну, настолько прямо острый. Недавний момент, кстати, да, примерно про то же самое, когда на прошлой неделе я как раз получила международную сертификацию коучи, вот это Professional Certified, вот там тоже у меня был. Не так уже ярко-остро, как это было в 17 лет, но, по крайней мере, это уже было другое. Это как раз вот это взвешенное взрослое счастье, когда ты понимаешь, какой путь проделан, какая работа проделана, и что вес этого. Если в юные годы как-то больше шанс оценивается, что вот на тебя упало что-то такое, да, то здесь оценивается уже труд, труд, вложение, путь, вот это. Я, кстати, тоже помню, вот у меня, когда мы работали с Владимиром Виноградом на его тренингах в Мещуаре, и представьте себе там место силы, или представьте себе какой-то там большой успех, или какой-то большой момент счастья, мне приходят в голову таких два очень крутых момента. Один из моментов, это то, когда я узнала, что меня взяли в университет на ФИЛФАК МГУ, и я помню, что я пошла со своим папой, но тогда не было же ни интернета, ничего, мы пошли в здание педагогического факультета, или гуманитарного факультета, так называлось МГУ, и было сказано, что с 8 утра будут списки вывышены, и когда я увидела свой фангель, я выводила списки, то я помню, что я просто стала потом скакать, то ощущение, что вообще такое счастье. Татьяна, а какие привычки, хотя ты словом привычки сказала, что тебе не особенно подходит как счастье, но все равно, может быть, что тебе позволяет испытывать счастье? Привычки, особенности, навыки, качество характера? Ой, опять тупик, вот гонишь меня, творца, в привычке, а я все-таки творец, мне так сложно в рамке, вот, я, знаешь, даже вещи нахожу в том вот хаосе больше, чем нежели в вашем порядке, а для меня как-то так. Поэтому я думаю, что для меня это будет просто позволять себе быть спонтанной. Не то чтобы это привычка, все-таки, да, но это некая черта, которую я в себе не подавляю. Мне кажется, что это, знаешь, чем помогает мне быть счастливым, то есть получать уровень удовольствия? Спонтанность, мне кажется, очень здорово связана с интуицией, когда ты, слушая себя или окружающий мир, понимаешь, а вот что бы тебе сейчас было бы хорошо, а чего бы тебе сейчас не надо. То есть вот некая внутренняя чуйка, которая может помочь тебе определить, словишь ты от этого счастья или не словишь. Вот, поэтому это не про привычку опять. Привычка это что-то, мы говорим, привычки делового человека, мы говорим, а вот у меня больше привычки творца, чем нежели делового человека. И здесь я полагаюсь как раз на интуицию, на спонтанность, на чуйку, на что-то, что потом, что мне вот внутренне подсказывает, что я от этого потом получу больше счастья, меньше счастья, поэтому ай-яй-яй, не ходи, снег в башка попадет, совсем мертвый будешь, как в том фильме, в нашем классическом. Поэтому, если можно это назвать привычка, периодически прислушиваться к себе, к своим чувствам, к своим эмоциям, к своим ощущениям, к своей интуиции. Ну, потому что считается, что интуиция такая вещь, которая просто нарабатывается опытом. Якобы это опыт, переведенный в бессознательное, когда не нужно каждый раз анализировать, а просто бессознательно выкидывает вам в виде интуиции какое-то готовое решение на какой-то вот жизненный вопрос. Поэтому для меня это, назови это привычкой, если хочешь, это все-таки прислушиваться к себе, к своим ощущениям. И вот это вот, как это вот, хочу-не хочу, вот оно как мне, от этого кайф, не кайф. Если вы подкидываете монетку, решая какой-то вопрос, она падает загаданной стороной, и вы видите, да, классно, здорово, замечательно, это хорошо, здорово, да, а если она упала загаданной стороной, и вы почему-то морщите нос, может быть, вам не надо в это дело идти. Это не про рацию, это про чуйку, про вот какое-то ощущение. Нравится, не нравится, хочу, не хочу, идти, не идти, стоит, не стоит. Вот такая у меня. Продолжение следует...